Приветствую вас и сразу скажу вам о том, что я не читал ответы своих коллег, потому что это долго и не совсем практично. Поэтому я отвечу вам на ваш текст, стараюсь его разобрать. Ну и заранее извините, если будут какие-то повторы со своими коллегами. Значит, полгода я встречался с мужчиной, наши отношения мы оба считали свободными, особых обязательств перед другом не было. Нас связывал секс, периодически мы проводили вместе время, вместе отдыхали, просто болтали во время обеда и так далее. Никто никому ничего не обещал, у меня к нему симпатия, у него ко мне не более. Ну, давайте так. В конце своего сообщения вы пишите, что мне нужна семья, настоящая и полноценная. Когда-то не очень вяжет с тем, что вы пишете про свободные отношения ваши, про то, что у вас только симпатия, что никаких обязательств и так далее. Вот. Понимаете, да? То есть как-то вот одно не вяжется немножечко с другим. Понимаете какая штука? И я вас вот хотел бы, наверное, спросить как раз, так чего же вы хотите-то в действительности? Вам хочется в действительности непринужденности сейчас, на данный момент, например, или вам все-таки нужна семья? Потому что, ну вот, знаете, одно другое как-то исключает на самом деле. Поэтому я рекомендую вам этот момент как следует обдумать. Вот. По крайней мере, в контексте, опять же, того, что вы нам говорите. Ох. Потому что, ну, еще раз вам повторяю, что непонятно. То есть либо так, либо так. Если вы ребенка не готовы рожать для себя, и просто матерью быть не готовы, ну, в принципе. Ну вот. То какое к этому отношение имеет молодой человек? То есть если вы не хотите рожать, то он здесь как бы при чем вообще? Это вам делать. Ваш, как бы, ваш выбор должен быть. Без учета желания молодого человека. В первую очередь. Потому что если вы не готовы еще, если вы, ну, не чувствуете, что готовы родить ребенка, так и не надо его рожать. Ну, по крайней мере, пока. А если вы хотите, если вы родите серьезных отношений, если вы хотите семью, как вы говорите. Да? То здесь точная тонкость. Если вы хотите семью, то для чего? Зачем? Зачем она вам, эта семья? Какой вот цель она вам. Понимаете? Что она вам должна дать? И не скрывается ли за маской вот этой вот вашей независимости внутреннее желание все-таки семьи? А если скрывается желание семьи все-таки, то опять же вопрос, для чего вам она, эта семья? Что дать вам она должна? Понимаете? Понимаете, о чем я, о чем я говорю сейчас? Это очень важно на самом деле. Дальше. На днях, значит, я стал плохо себя чувствовать, в общем, вы выяснили, что беременна. На выходных вы поехали к врачу на УЗИ, значит, срок маленький, да, там у вас, как вы сказали, две с половиной недели, да? Вот. И, собственно, ваш вопрос заключается в том, а дальше, что вам делать? То есть, вот мне 25 лет, на данный момент я не готов рожать для себя. А для кого вы готовы рожать? Если у вас отношения как бы изначально свободны молодым человеком. Для кого вы тогда готовы рожать? Ну, если предложить, что, например, для серьезного мужчины вы готовы рожать, да, для серьезного мужчины, то как можно хотеть родить для серьезного мужчины, если вы, значит, ну, изначально отношения без обязательств выбираются? Вот. Непонятно. Далее. Я сказал ему, что, наверное, лучше будет сделать аборт, так как для себя рожать не буду. Но, опять же, это, знаете, хоть такой, вроде бы вы и берете ответственность на себя, но в то же время и нет. То есть, вы можете ему сказать, вы могли бы ему сказать, дорогой, как бы тебе ребенок интересен, если так, то как мы поступим? То есть, ну, есть ли у нас будущее, как упало или нет, на данный момент, как ты считаешь? Вот. Он бы хотел дать время до вечера. Вечером приехал в букет, с букетом цветов, сказал, поживем неделю вместе, посмотрим друг на друга, чтобы понять, если у нас шансы на дальнейшую совместную жизнь. Я согласился. Ну, правильно. Правильно. Человек пытается посмотреть на вас по-другому. Человек пытается увидеть вас немножечко с другой стороны, но не уверен, что ему действительно нужна эта серьезность, у меня нет никакой гарантии уверенности, что спустя какое-то время он решит, что ему все это не надо. Именно поэтому у вас срок недели, которую вам дал мужчина, и именно поэтому вам нужно для себя определить, когда будет уже поздно делать аборт. И вот с этим, вот как бы за это время вы честно со своим мужчиной поговорите и решите с ним этот вопрос. То есть человек либо примет решение быть с вами, да, либо он будет, например, там, ну, вас, допустим, обеспечивать всем необходимым. Вот. Что, в общем, тоже не так плохо, как, ну, как я думаю. Либо он скажет, что, не, прости, у меня не получилось. То есть пусть хотя бы неделя-то пройдет, вот эта вот, которая у вас есть сейчас. Понятно, что в вашей уверенности, да, у вас нет уверенности. Это понятно. Но правда заключается в том, знаете, что ей неоткуда изначально было взяться в вашей уверенности в себе, неоткуда было взяться изначально, потому что у вас изначально такие отношения были с молодым человеком, что вы друг другу ничего не должны. То есть как бы логично, что в этом случае, вот при данных условиях у вас не будет уверенности никакой. Это как бы нормально. И у него, наверное, тоже уверенности нет. И это тоже нормально, что у него нет уверенности. Именно поэтому он и попросил у вас время, именно поэтому он попросил у вас строк, значит, неделю для того, чтобы понять, подходите вы друг другу или нет. И все. И если вы друг другу подходите все-таки, то у вас есть будущих. Если нет, то у вас будущего нет. Вот и их как бы вся история. И на мой взгляд, несколько непонятно, какой уверенности ждете вы. Каких еще доказательств ждете вы, потому что у мужчины их нет. И дать их вам он не может, потому что ниоткуда им взяться этим доказательством. Он еще сам не знает как бы ничего. Ваш мужчин, мужчин, а вы уже хотите, чтобы была уверенность. То есть вы, на мой взгляд, без коробки. Вот. Если к истечению срока, вот когда уже подойдет крайний срок или по истечению недели, молодой человек не скажет вам не определиться, да, не возьмет на себя ответственность. А раз вы увидите, что он идеальный отец, значит ответственность он, ну, на себя берет. Да, по крайней мере за ребенка. Вы вправе сделать обувь. Значит, ну вы говорите, что он независимый человек в жизни, состоявшийся и так далее. Вот. Но мне ведь нужна семья настоящая и полноценная. Для чего? Для чем? Опять же, как это вяжется с тем, что вы изначально были в свободных отношениях? Кременем на размышлении сделать или нет. Аборта от собой нет, потом будет поздно. Мне хорошо с ним рядом, но 100% уверенность в человеке нет. И не будет. И не будет. Никогда не будет 100% уверенности в человеке. Если вы не готовы рожать для себя, то если вам ребенок не нужен, то лучше в течение недели смотреть на человека и спросить у него. Ты ведь не можешь гарантировать мне, что проведешь со мной всю жизнь. Ты не можешь гарантировать мне, что ты не уйдешь. То есть как бы ребенка ты содержать будешь, это понятно. Но гарантировать, что ты не уйдешь, ты не можешь. Потому что у нас с тобой не те отношения. Вот. Ну и как бы и все. Все. И если он вас не любит, то есть вот раз вы хотите у него, пробить у него, скажите, что ты на данный момент можешь сказать, что любишь меня? Скорее всего он скажет нет. Вот. Любви нет. Ну и все. Значит делайте аборт спокойно. А потом если у вас, если вы сблизитесь, после этого вы сможете еще ребенку ребенка дочитать. Я полагаю, что проблем с этим быть не должно. И все. А так вы торопите его, форсируете события, связанные вот именно с ним. Вы как-то стараетесь сейчас что-то решить. И он тоже сейчас старается что-то решить. А это, ну это не решится сейчас. Такие вопросы не решают за неделю, например. Вы правильно мыслите, что не факт, что он будет как бы с вами, да. Даже если поймет, что с вами можно жить. Не факт. Потому что, ну, потому что не прикажешь сердцу, да, не прикажешь себе и так далее. А ситуация получается так, что он вас, что абсолютно вас вынуждает. Если вы не хотите, чтобы мужчина жил с вами только из-за ребенка, например. А пока получается все именно так, что он как бы из-за ребенка с вами вместе может быть только. Ну, пока вот на данный момент это так. Я полагаю, что нужно делать работу. Но вот он поступил по мужике, да, он сказал, подожди. Неделю давай поживем, подумаем, посмотрим. Вот. Поживите неделю. Поживите неделю. Поживите неделю. Потом обязательно дайте ему, как бы, информацию о своих условиях. То есть, как вы это видите, вот, ну, будущее ваше, как вы его рассматриваете, будущее. Вот. И чего вам хочется, собственно говоря, от этого будущего. И спросите честно у мужчины, как бы, готов он вам это дать или нет. Если его ответ вас не убедит по той или иной причине, ну, по разным причинам, да, не будем сейчас говорить по каким. Если не убедите его ответ вас, вы просто можете к нему подойти, спокойно его, там, например, поцеловать, да, и кончать, как бы, прости. Ну, я все-таки решил сейчас сделать работу, потому что ребенку я еще не готов. Вот. Вот и все. Знаете? Ну, вы не готовы к ребенку. Вы его не знаете. И все. Вы, мужчину, не знаете. Но только хорошо. Чтобы... От него родить. Больше, тем более, случайно. Вот. Ну, то есть, случайно заберемене. Знаете? Ну... Но... 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 Момент здесь важный, тоже не этот. То есть, это вопрос с чистым подходом. Понимаете? Это вопрос с чистым подходом. То есть, вопрос того, как вы сами себя воспринимаете. Как вы воспринимаете своего мужчину и ребенка. Вот. Это вопрос, скорее, расчет. Момент самый главный заключается в том, чтобы вам самой для себя определить, чего же вы хотите. Как вы выстраиваете отношения с людьми. На каких основаниях вы выстраиваете отношения с людьми. Чего вы хотите от отношений с людьми. И насколько вы искренне с ними. С людьми. То есть. Понимаете? Вот это куда важнее. Чтобы не было у вас противоречия такого, что вот я хочу полноценную семью настоящую. Да? Но при этом, при этом, у меня отношения с мужчиной такие, что, да, мы ничего не должны. Как бы друг другу вообще ничего не должны. Понимаете? Вот это, на мой взгляд, основная проблема. В остальное, все это вопрос решения и выборов. С этим все. Время у вас еще есть. Я полагаю. Вот. Там неделя, две. Сколько именно вы не написали. Но я полагаю, что есть время еще. Соответственно, обязательно это время тебе зафиксируйте. Вот. И молодого человека поизвечайте. Скажется так. Вот. Все время. Какое. Вот что вы будете жить вместе. Вот. Ну, поживите вместе. Попробуйте. Посмотрите. Вот. И там дальше будет видно. Ну, не нужно рождать ребенка, если вам он не нужен. Не нужно рождать ребенка, если вы его не хотите. Не нужно рождать ребенка, если вы не готовы стать матерью. Даже если молодой человек вас об этом просит. Не нужно рождать ребенка, если у вас нет уверенности. Но эта уверенность должна опираться на объективные факторы. А не на ваши страхи и на переживания. И иметь четкие критерии и границы. Желаю вам удачи. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok